Уважаемые дамы и господа, у нас состоялись насыщенные переговоры, мы побеседовали о многих проблемах, которые стоят перед Организацией Объединенных Наций, есть и работа, которая продолжается по Сирии, по Ливии. И ближневосточное урегулирование, конечно, нельзя забывать, поскольку это один из самых застарелых конфликтов в мире, который, вопреки решениям Совета Безопасности, все дальше и дальше от своего урегулирования. Но, по понятным причинам, основное внимание мы уделили ситуации на европейском континенте и в контексте того, что происходит на Украине, в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. Ситуация там сложилась не сегодня, не вчера. Мы очень признательны генеральному секретарю, его команде за их понимание и необходимость рассматривать ситуацию на Украине и вокруг нее не изолированно от процессов на мировой арене, а в контексте этих самых процессов, в контексте тех тенденций, которые накапливаются и которые далеко не всегда идут в русле идеалов Организации Объединенных Наций, не всегда идут в русле тех принципов, которые закреплены в Уставе ООН. Мы видим, и я подробно сегодня об этом говорил нашему коллеге и другу Антонио Гутеррешу, мы видим, что в значительной степени эта ситуация накапливалась, и в решающем контексте, конечно, это происходило в результате взятого нашими американскими коллегами, их союзниками, курса на безграничное расширение НАТО, утверждение однополярного мира. Что касается конкретно нашего геополитического пространства, все это делалось в интересах сдерживания Российской Федерации, и именно в этих целях последовательно все эти долгие годы Украина использовалась как площадка, плацдарм для раздражения и сдерживания нашей страны, поощрялась активность украинского руководства по продвижению законодательства, запрещающего русский язык, русские средства массовой информации, русскую культуру и вообще все русское, по сути дела. И параллельно с этим законодательно закреплялись шаги, продвигавшие и продвигающие до сих пор нацистскую теорию, нацистскую практику. И, безусловно, генеральный секретарь прекрасно осведомлен о тех решениях, которые были оглашены президентом Путиным, о причинах, о целях операции, которую проводят наши военные вместе с ополченцами Донецка и Луганска на территории Украины. Эти цели заключаются прежде всего в защите мирного населения. И здесь мы заинтересованы сотрудничать с коллегами из ООН, как и с коллегами из Международного комитета Красного Креста, в том, что касается дополнительных усилий по облегчению страданий и участи гражданского населения. ООН после того, как состоялись контакты генерального секретаря с нашим Министерством обороны, это было уже почти два месяца назад, мы согласились и сформировали рабочую группу, которая находится здесь, в Москве, на базе нашего Министерства обороны. Представители ООН согласовывают конкретные вещи, которые помогают безопасно организовывать доставку гуманитарной помощи. И силами ООН, управления ООН по гуманитарным вопросам, уже удалось пять таких конвоев, существенных, направить в различные районы Украины, в дополнение к той гуманитарной помощи, которая на повседневной основе передается украинским гражданам и в Донецк, и в Луганск, конечно, тоже, по линии российской стороны, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, по линии различных российских общественных организаций. И мы сегодня обсуждали возможные действия по укреплению нашего сотрудничества на этом направлении. Думаю, что по итогам переговоров в Москве мы сможем определиться насчет такого рода шагов, насколько они могут быть востребованы в сегодняшней обстановке. Ну и, безусловно, говорили о судьбах ООН в целом, о тех попытках наших западных коллег, прежде всего, выносить обсуждение ключевых вопросов за рамки универсальных форматов под эгидой ООН и ее системы, плодить различные партнерства, различные призывы, которые презентуются как клуб передовиков, клуб избранных. Ну и в этом же русле идут инициативы, которые, скажем, выдвигает Франция с Германией, альянс мультилатералистов, что это как не конкуренция с ООН, или инициатива Соединенных Штатов, которые в прошлом году провели саммит демократий, куда приглашения выписывали самостоятельно, ни с кем не советуюсь, что тоже, и мы привлекли внимание сегодня наших собеседников к этому, что тоже является, в общем-то, опасным звонком для Организации Соединенных Наций. Попыткой перечеркнуть базовое правило Устава ООН, базовый принцип Устава ООН, а именно то, что организация была создана на основе суверенного равенства государства. Это записано в Уставе. И об этом нужно напоминать. Мы будем чаще это делать, чтобы никто ни в Нью-Йорке, ни в столицах стран-членов об этом не забывали. И мы, я хочу завершить выражением искренней признательности генеральному секретарю, который выступил с инициативой провести такой контакт, мы оперативно откликнулись, что подчеркивает высокое значение, придаваемое нами регулярному диалогу и сопоставлению позиций с руководством секретариата ООН. Думаю, что при всех сложностях, которые продолжают множиться в мировых делах, такого рода откровенные дискуссии весьма и весьма полезны для того, чтобы мы в конечном итоге вернулись к истокам, вернулись к Уставу ООН. и на базе именно этого устава выстраивали любые схемы развития многосторонности. Многосторонность сегодня один из ключевых терминов. И еще раз признателен за то, что генеральный секретарь именно в таком контексте был готов выстраивать сегодня разговор. Спасибо. Дамы и господа, представители прессы, как генеральный секретарь ООН, я приехал в Москву как посланник мира. Моя цель и моя повестка связаны исключительно со спасением жизни и облегчением страданий. Мы провели очень откровенные переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и совершенно очевидно, что есть две разные позиции по поводу того, что происходит на Украине. Согласно позиции Российской Федерации, то, что происходит, это специальная военная операция с теми целями, которые были объявлены. Согласно ООН, в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей, российское вторжение на Украину это нарушение территориальной целостности страны и противоречит Уставу ООН. Но я глубоко убежден, что чем скорее мы прекратим эту войну, тем лучше. Тем лучше для народа Украины, для народов Российской Федерации и всех во всем мире. ООН постоянно призывает к прекращению огня для защиты гражданских лиц, для обеспечения диалога, для достижения разрешения ситуации. На данный момент это было невозможно. Сегодня по всему Донбассу идут активные боевые действия, ведущие к значительным разрушениям. Погибают многие гражданские лица, сотни тысяч людей находятся в условиях, угрожающих жизни, находятся в ловушке конфликта. Я озабочен в связи с постоянными сообщениями о нарушении международного гуманитарного права и потенциальными военными преступлениями. Они требуют независимого расследования для того, чтобы виновные понесли наказание. Действительно, гуманитарные коридоры, которые действительно были бы безопасными и эффективными, необходимы. Такие коридоры, которые бы соблюдались всеми для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая бы объединила ООН, Россию и Украину для поиска возможностей открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантии того, чтобы эти коридоры были действительно эффективными. Одновременно с этим мы признаем, что мы столкнулись с кризисом внутри кризиса в Мариуполе. Сотни до тысячи гражданских лиц нуждаются в гуманитарной помощи. Многие требуют эвакуации. ООН готова полностью мобилизовать свои человеческие и логистические ресурсы для того, чтобы спасти людей в Мариуполе. Я предложил координировать работу ООН, Международного комитета Красного Креста, Украины и Российской Федерации, их сил, для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию тех гражданских лиц, которые хотят выехать как на заводе «Азовсталь», так и в городе, в любом направлении, которое они выберут, а также доставить необходимую гуманитарную помощь. Это связано не только с тем, что происходит на Украине, поскольку мы видим отголоски кризиса по всему миру. Катастрофическое ускорение, удорожание цен на продовольствие и топливо, которое и так происходило на протяжении последнего года, вызывает значительное страдание среди сотен миллионов самых уязвимых людей по всему миру. И это накладывается на продолжающиеся потрясения после пандемии COVID и отвлекает ресурсы, необходимые для восстановления, что особенно больно бьет по развивающимся странам во всем мире. Поэтому чем быстрее будет установлен мир, тем лучше. Это в интересах Украины, России и всего мира. Крайне важно, чтобы даже в этой ситуации, в трудной ситуации, поддерживать ценности многосторонности. Нам нужен мир, который является многополярным, с многосторонними институтами, чтобы эти институты соблюдали Устав ООН и международное право. Соблюдение Устава ООН и соблюдение международного права, признающее равенство суверенитетов стран, как мы надеемся, станет инструментом, который позволит нам в очередной раз объединиться вместе, как всему человечеству, и справиться с теми катастрофическими вызовами, с которыми мы сталкиваемся, изменения климата, эпидемии и многие другие, среди которых единственная война, которую мы можем себе позволить, это та война, которую они поставят. Пожалуйста, Индия Тудэй. Индия Тудэй, телеканал. У меня вопрос обоим участникам. Во-первых, господин Гутереш. Есть заявления о геноциде, военных преступлениях, использовании людей в качестве живого щита, а также биолабораториях и использовании биологического оружия. Но эти факты и опровергаются. Вы говорили о контактных группах, гуманитарных коридорах, вы также говорили о расследовании. Будет ли ООН пытаться создавать следственную комиссию, которая будет рассматривать, устанавливать факты на земле? Мой вопрос к господину Лаврову. Обе стороны, будь то ООН и международное сообщество, рассматривают потенциальное дипломатическое решение кризиса и прекращения огня. Если Россия захочет решить дипломатическим путем, будь то есть ли какая-то организация или страна, которую Москва рассматривала в качестве посредника? Спасибо. Секретариат ООН не имеет полномочий проводить подобные расследования. Есть Международный уголовный суд. Есть различные механизмы, которые существуют в системе права прав человека, в том числе комиссии по расследованию. Я не собираюсь сам продвигать подобное расследование. У меня нет полномочий на это. Но я считаю, что крайне важно, чтобы проводились независимые расследования, имеющие полную достоверность и приводящие к наказанию виновных. Что касается адресованного мне вопроса, я сначала хочу сказать про те позиции, которые мировое сообщество занимает, и как ООН должна руководствоваться этими позициями, наряду, конечно же, с неприходящими принципами Устава ООН, прежде всего, принцип суверенного равенства государства, о котором я уже сказал. Господин генеральный секретарь сослался на резолюцию Генеральной Ассамблеи, которая осудила Россию, провозгласила то, что происходит на Украине вторжением, нарушением суверенитета, территориальной целостности. Напомню, что за резолюцию... Резолюция голосовалась, она не была консенсусной. Многие страны жаловались нам по тому, что их заставляли, буквально заставляли, ловили послов в кулуарах ООН. Наши американские друзья умеют этим заниматься. И прямо грозили. У кого-то счета в Америке, в каком-то банке, у кого-то дети в университете учатся. Я не утрирую. Это было. И мы это знаем. Но, тем не менее, резолюция не была принята единогласно. Несколько десятков стран отказались ее поддерживать. И я, конечно, понимаю, что любая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть мандатом для секретариата. Вот секретариат излагает свои подходы. Но точно так же и резолюции Совета Безопасности должны быть для секретариата священны. Особенно резолюции, которые принимаются консенсусом, когда все 15 членов голосуют за конкретное решение. И вот именно консенсусом в феврале 2015 года был одобрен документ под названием «Минский комплекс мер», в котором прямо говорится о необходимости прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском для того, чтобы урегулировать все имевшиеся тогда проблемы в рамках территориальной целостности Украины. Надо было всего-навсего выполнить обязательства, под которыми подписался сначала и президент Порошенко, потом и президент Зеленский, и предоставить особый статус Донецкой и Луганской провозглашенным республикам, обеспечить амнистию, обеспечить по согласованию с ними поправки в Конституцию Украины в контексте децентрализации, но при сохранении территориально целостной Украины. И там было необходимо тоже по согласованию с Донецком и Луганском организовать выборы. Я не припомню, чтобы секретарь ООН каким-то образом реагировал на прямой грубый саботаж этих минских договоренностей со стороны Киева. Хотя вроде бы резолюция с этой безопасностью, причем консенсусная, они являются частью международного права, резолюция Совбезы. Поэтому мы сегодня говорили об этом, и я, честно, мы давно друг друга знаем, у нас добрые товарищеские отношения. Я считаю, что такого рода разговор невозможно пытаться откладывать и откладывать. Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины. Либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе устава ООН. Вот, собственно говоря, очень простой выбор. Никто не хочет никаких войн, боже упаси, но предъявлять аргументы, требовать ответов от тех, кто нарушает устав ООН, обязательно надо. И я вас заверяю, что все больше и больше стран, особенно стран со своей историей, со своей культурой, цивилизационным наследием своим, хотят занимать именно такую позицию. Потому что когда-то этот разговор должен быть неизбежен. Я очень надеюсь, что именно ООН с ее корнями в уставе, в величайшем документе всех времен и народов, сыграет такую катализирующую роль в развитии такого честного, повторю еще раз, диалога, без ультиматумов, без угроз и без попыток силой решать проблемы, в том числе и силой финансовой, экономической, какой там еще обладают наши западные коллеги, злоупотребляя своим положением в мировой системе, ну, я считаю, уже просто беспредельно. Что касается переговорных решений, да, мы за переговорные решения, как вы знаете, мы сразу же после того, как в начале марта президент Зеленский предложил переговоры, мы согласились, но то, как себя вела украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам президент Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, я об этом говорил неоднократно, это, конечно, удручает. Судя по всему, переговоры их особо не интересуют, они полагаются на то, что сейчас, как им обещали те, кто призывает не дать России победить, и наоборот, те, кто призывает победить Россию и разрушить Россию, что они будут эту линию продолжать путем накачки Украины вооружениями в огромных количествах. И если это будет продолжаться, конечно, переговоры едва ли будут иметь какой-то результат, но я повторю еще раз, мы привержены переговорному решению, привержены и прекращению огня, чем мы занимаемся ежедневно, объявляя гуманитарные коридоры, которые игнорируются, в частности, засевшими в Азовстале боевиками батальона Азов, которые ходят со свастикой, с эмблемами и символами нацистских батальонов СС, Вафан-СС, и о которых, кстати, президент Зеленский, отвечая на вопрос журналиста CNN, по-моему, сказал, ну, у нас таких много батальонов, они такие, какие они есть. Вот эту фразу, они такие, какие они есть, в интервью вырезали. Уж совсем показалось все-таки стыдно предъявлять западному демократическому сообществу человека со всеми его потаенными мыслями. Вот, поэтому готовы на переговоры. Если есть у кого-то интересные идеи, будем готовы их выслушать. О посредничестве как таковом, ну, по крайней мере, сейчас, на предыдущих этапах украинские переговорщики речи не вели, мы, наши команды встречаются вдвоем, ну, встречались на территории Белоруссии три раза, один раз встречались на турецкой территории. Это площадки для переговоров, мы признательны и тем, и другим, за гостеприимство, за организацию этих переговоров. Но говорить о посредниках на данном этапе, по-моему, рановато. Мы хотим получить ответ на последний вариант проекта документа, который мы передали дней уже 10-12 назад, и о котором украинские переговорщики своему президенту не доложили. По крайней мере, неделю спустя он не был в курсе, что такой документ был внесен. Спасибо. Поскольку был упомянут секретариат, хочу сказать, что секретариат ООН в полной мере уважает и исполняет все резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. И сегодня, если я о чем-то искорблю, то о том, что ООН не позволили быть частью нормандского формата, чтобы следовать за реализацией минских соглашений и создать очень ясное мнение по поводу того, что минские соглашения не сработали. С другой стороны, хотелось бы сказать, что я понимаю, что Российская Федерация имеет много претензий. Однако, устав ООН предусматривает большое количество механизмов, в которых можно рассматривать подобные озабоченности, а именно с помощью обращения в Международный суд, а также другие механизмы, которые предусмотрены уставом ООН. Если есть какие-то вещи, которые очевидны, истинны, то то, что никакие доводы не могут изменить. Украинские войска не находятся на территории Российской Федерации, а всё наоборот. Российские силы находятся на территории Украины. Это правда. Я подтверждаю. Пожалуйста, Лента Ру. Добрый день. Валентина Шварцман, Лента Ру. Если позволите, у меня вопросы к обоим спикерам. Сергей Викторович, как ожидается, позднее сегодня в Генеральной Ассамблее ООН пройдёт голосование по проекту резолюции Лихтенштейна о праве ВЕТА, которое предполагает созыв Генеральной Ассамблеи каждый раз, когда одна из стран пятёрки постоянных членов Совбеза накладывает право ВЕТА. Как в Москве оценивают подобную инициативу, и как в целом российская сторона относится к предложениям по реформированию Совета безопасности и, в частности, инициатива, которая предполагает отмену наложенного ВЕТА после проведения соответствующего голосования в Генеральной Ассамблее. И, если позвольте, господин Гутерреш, как Вы лично, как Генеральный секретарь ООН, считаете, нужно ли вообще реформировать сам механизм права ВЕТА? Спасибо большое. Что касается резолюции, которая внесена в Генеральную Ассамблею, она, это чётко оговорено, не имеет отношения и не будет влиять хоть каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы Совета безопасности. Право ВЕТА никуда не денется, я Вам могу это ответственно подтвердить. Право ВЕТА – это одна из несущих опор Организации Объединенных Наций. Без него организация пойдёт в разнос, потому что великие державы, постоянные члены Совета безопасности, конечно же, прежде всего, опираются на принцип единогласия, который в уставе заключён, и который позволяет избегать резких столкновений между ними. Другое дело, что сейчас мир стал другим, его хотят, вот американцы об этом публично заявляют, сделать однополярным навеки вечное, но объективный процесс идёт в обратном направлении, мир многополярный, и мы не раз говорили, что Совет безопасности должен избавиться от своего главного дефекта – засилья одной группы стран. Из 15 мест 6 принадлежит западным странам и их союзникам. Конечно, развивающие страны недопредставлены, и мы не раз подчёркивали, что мы хотим видеть представителей Азии, Африки, Латинской Америки в составе этого органа на постоянной основе, напрямую упоминали наших партнёров из Индии и Бразилии, в частности, но обязательно при этом должна быть и кандидатура от Африки. Поэтому резолюция, о которой вы упомянули, которая предполагает обсуждение на Генеральной Ассамблее ситуации, возникающих после применения ВЕТа в Совете безопасности, она не имеет отношения к процессу реформы. Она, в общем-то, нацелена на демократизацию принятия решений, и мы готовы присоединиться к консенсусу, если он будет складываться. Здесь очень важно на основе консенсуса работать, потому что многие резолюции, которые принимаются даже меньшинством голосов, потом порой начинают преобладать по тем или иным направлениям, выгодным, прежде всего, западным странам. Но я бы, честно говоря, пошёл бы ещё дальше. Совет безопасности может быть лишён возможности принять резолюцию не только в результате применения одного или нескольких ВЕТа, но и в результате воздержания при голосовании шести-семи стран. Это тоже ведь случай, когда Совет безопасности расколот, и, наверное, Генеральная Ассамблея не должна оставаться безразличной к такой ситуации. Поэтому, да, я считаю, что это, в принципе, здоровый процесс. Если страна применяет ВЕТа, значит, ей есть как объяснить своё голосование. И в тех случаях, когда речь пойдёт о Российской Федерации, наверное, такие случаи будут, мы сможем объяснить убедительно те или иные свои позиции, которые мы занимаем в Совете безопасности. Если я могу объяснить причины, по которым создавалось это право ВЕТа в уставе много лет назад, это избежание ситуации конфронтации между членами Совета безопасности, между постоянными членами, и такие противоречия могли бы привести к глобальной войне. Это был элемент, который был гарантией предотвращения такой ситуации. Также понятно, что с течением времени право ВЕТа использовалось, возможно, слишком часто и во многих обстоятельствах без жизненно важных позиций, интересов той или иной страны, постоянного члена. Поэтому я являюсь сторонником умеренного использования права ВЕТа. Но не знаю, я не думаю, что можно будет получить большинство в две трети в Генеральной Ассамблее с тем, чтобы изменить это право ВЕТа, и чтобы все пять стран с правом ВЕТа согласились на это. Но я думаю, что нужно менять и реформировать Совет безопасности, чтобы была более справедливая представленность, например, Африка, потому что Африка была жертвой колониализма, во-первых. А во-вторых, как только многие страны получили независимость, они получили независимость, и это было, когда уже сложились международные учреждения и организации. То есть они недопредставлены, потому что все это сформировалось до них. Поэтому я считаю, что во многих областях, начиная от Бритенбургской системы и заканчивая с Ветом безопасности, мы видим недопредставленность развивающихся стран, нужно это изменить. – Мои вопросы к министру Лаврову. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, как Россия ответила на предложение украинской стороны по поводу проведения специального раунда переговоров на территории Мариуполя? Второй вопрос. Какие меры предпринимаются российской стороной в отношении наращивания американцев и поставок оружия к Киеву? Спасибо. – Да, я слышал про такое театрально презентованное предложение украинской переговорной команды, вот той команды, которая с нашими переговорщиками общалась и в Белоруссии, и в Турции, и потом по видеоконференц-связи, провести очередное заседание в Мариуполе прямо у стен Азов-Стали. Ну, что могу сказать? Театральный жест, действительно. Украинцы любят все инсценировать. Видимо, хотели еще одну какую-то душераздирающую сцену поставить. Если идет речь о серьезном настрое на работу в рамках переговоров, то лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые, повторю, уже больше 10 дней, как находятся на их стороне, о которых, как выяснилось, даже Зеленский не слышал. Что касается поставок вооружений Киеву, ну, не только американцы поставляют вооружение, они предпочитают заставлять Европу этим заниматься, хотя сами тоже делают соответствующие шаги. Мы уже не раз говорили, что как только вооружение иностранное оказывается на территории Украины, это законная цель для нашей специальной военной операции. Наши войска на территории Украины, наши войска отстаивают права людей, которых 8 лет бомбили, и независимо от того, кто входил в нормандский формат или не входил в нормандский формат, они все молчали, включая и Германию с Францией, как соавторов минских договоренностей. Все эти годы жестоким притеснением подвергалось все русскоязычное население, не только Донбасса, не только двух республик провозглашенных, но и Украина в целом. Посмотрите, это все есть в статистике, какие законы были приняты по отношению к русскому языку, по отношению к средствам массовой информации на русском языке, причем не только российские каналы были запрещены, запрещали и украинские каналы, если они находились в руках оппозиционной партии, парламентской, легитимной, легальной партии, ну и многое другое. Потом окончательно уже были приняты решения запретить русский язык в быту. И еще раз подчеркну, насаждалась нацистская идеология и практика. Все стыдливо прятали голову в песок. И внутри нормандского формата, и за рамками нормандского формата. А те оружия, вооружения, которые уже тогда на Украину завозились, они реально представляли угрозу Российской Федерации. Военные базы, которые, в частности, британцы строили на Азовском море, напрямую такую же угрозу представляли. И, к сожалению, мы не слышали никаких симпатизирующих голосов из различных районов мира, когда уже в качестве последней попытки прошлой осенью предложили американцам и натовцам заключить договоры, нацеленные на то, чтобы обеспечить безопасность в Европе, не прибегая к расширению членства в военно-политических блоках. Вот сейчас мы занимаемся ликвидацией каких угроз и ликвидацией тех действий, которые Запад предпринимал в нарушении своих обязательств не укреплять свою безопасность за счет безопасности России. И завершающий вопрос агентству «Спутник». Добрый день, Сергей Викторович. Добрый день, господин Гутерриевич, Зухраевич Мухаммедову «Спутник». Вопросы к обоим спикерам. Сергей Викторович, недавно Россия аккредитовала первого дипломата от правительства талибов. Скажите, пожалуйста, означает ли это движение в сторону признания правительства талибов в Кабуле? И второй вопрос. Готова ли Россия работать с внутриафганскими политическими силами в деле их вовлечения в новое инклюзивное афганское правительство, как это недавно предложил президент Ирана Ибрагим Рейси? И вопросы к господину Гутерриевичу. Как Вы можете прокомментировать незаконную экспроприацию российской дипломатической собственности в США, а также злоупотребление Вашингтоном статусом принимающей стороны, когда ряду дипломатов, в том числе российским, отказывают, нередко отказывают, выдачи визы для участия в мероприятиях ООН? Какие шаги и действия предпринимает секретариат ООН для привлечения США к выполнению своих международных обязательств? И второй вопрос по Афганистану. Вы призывали США разблокировать афганские активы в целях избежания гуманитарного экономического коллапса в стране. Какие шаги были предприняты в этом направлении? Спасибо. Мы действительно аккредитовали одного дипломата, которого уже направили в Москву для работы в посольстве, новые власти, движение Талибан. Это не означает официального дипломатического признания. Мы здесь находимся как бы в унисон, действуем в унисон с ключевыми соседями Афганистана. Недавно в Китае была представительная конференция, в которой мы участвовали вместе с центрально-азиатскими странами, Пакистаном, Ираном. И мы работаем на основе признания реалий, которые сложились. У нас регулярные контакты с Талибами через наше посольство, через представители наших ведомств, которые в том числе рассматривают вопросы экономического сотрудничества. Замечу, что в период пребывания Советского Союза в Афганистане более 140 предприятий было сооружено, которые стали костяком афганской экономики. Ну и в скобках тоже укажу, что за 20 лет пребывания там коалиции НАТО ни одного такого предприятия не было построено. Все свелось только к... Ну вы сами знаете, к чему это свелось и как это закончилось. Поэтому мы хотим вести дело к полноценному дипломатическому признанию новых властей в Афганистане при понимании, что они выполнят свое обещание и создадут инклюзивное правительство не только с этноконфессиональной точки зрения. Потому что у них сейчас в правительстве есть и узбеки, и таджики, и хазарейцы, но они все талибы в политическом плане. Но именно политическая инклюзивность должна определять наши последующие шаги. Тем более, что, повторюсь, раз талибы провозгласили такую свою цель. Мы работаем с политическими силами, которые находятся в Афганистане, в Кабуле прежде всего. Там и бывший президент Карза, и бывшее старшее должностное лицо Абдалла Абдалла. Они заинтересованы в диалоге с талибами. И в наших контактах с движением Талибан мы их поощряем к тому, чтобы такой диалог был начат и продолжался предмет. Что касается Афганистана, начнем с Афганистана. Мы с самого начала решили активно взаимодействовать с Талибаном. И мы провели ширкомасштабную гуманитарную операцию в Афганистане. Но мы понимаем, что этого недостаточно. В отсутствии ликвидности и наличных денег крах экономики может иметь катастрофические последствия для жителей Афганистана. И мы говорим о том, что международное сообщество должно создать условия для наполнения афганской экономики ликвидностью. ООН просто везет купюры в Афганистан. 500 миллионов долларов США. Мы подталкиваем Всемирный банк к тому, чтобы он выделил оговоренные объемы ликвидности Афганистану как можно быстрее. И мы работаем с центральными банками, американским казначейством, с тем, чтобы снять препятствия, которые пока еще существуют в отношении разблокировки резервов, которые сегодня есть. Надеемся, что такова будет воля и практика всех стран, заморозивших активы. Мы действительно считаем, что должны сделать все возможное во благо народа Афганистана. Мы также серьезно взаимодействуем с Талибаном относительно создания инклюзивного, всеохватного правительства, а также в направлении мужчин и женщин, и узбеков, таджиков, хазаров, для того, чтобы политический процесс в Афганистане развивался, с тем, чтобы не было никаких террористических проявлений внутри территории Афганистана и за ее пределами. И существовало уважение и соблюдение прав человека. Два вопроса вызывают мои особые опасения. Первое – это возможность девочек ходить в школу, особенно в среднюю школу и в университет. Вот по университетам было отрицательное решение недавно. Надеюсь, его изменят. А также право женщин работать представителями разных профессий в этой стране, в ООН. Сейчас позволили сотрудникам женского пола работать на территории. Надеюсь, что все государства-члены, включая Российскую Федерацию, будут в нормальном порядке, в рабочем порядке, обрабатывать визовые запросы. Это нужно для бесперебойной деятельности. И я надеюсь, что с стороной, принимающей стороной, у нас будет достигнуто взаимопонимание. Сейчас ответили вам на него. Это такая у нас есть, у дипломатов такая есть манера. Спасибо. Спасибо. Спасибо.